мы оказались возле входа южное светилище кто здесь бывал знает здесь алхимическая лаборатория стоит при входе кошелечек какой-то сумка аптекаря нам этого ничего не надо нас интересует вот этот чудесный столик которого раньше здесь никто не встречал конечно сейчас многие скажут это читерство здесь чего только нет на столе но я вам точно скажу из того что здесь есть кому-то что-то может быть вообще не нужно а кому-то это нужно и очень скоро это пригодится потому что о мы здесь отрыли в этой куче добра всякого письмо и открыли еще один квест начали следующий квест поисках артефактов что нам нужно для этого сделать чтобы идти дальше убить уреуса забираем письмо побежали к сунричной гробнице а вот он и вуриус так убив этого тролля ледяного огромного тролля мы продолжаем квест за дубиночка действительно мощная опять же оговорюсь что пользоваться постоянно ей не надо это просто исключительный случай чтобы показать вам что будет дальше задание задание у нас стояла забрать артефакт конечно же в сундуке лежит очередной артефакт которого ранее вы не встречали в игре и он будет очень вам полезны это я вам точно обещаю опять сложный замок мастерского уровня 1 3 попытка открыл уже неплохо вот этот артефакт сапоги талоса по виду это обычные драконии драконии сапоги до сапоги из драконе этой кости но возьмите их можете носить у них свое преимущество как у амулета талоса допустим они вам тоже очень пригодятся но пригодятся в самом конце прохождения всех этих квестов отмычки обязательно все и здесь мы видели письмо лежит до разведчику талмара который стал устанавливал здесь ловушку что же ему альмивиант написал значит у нас сейчас опять же два пути согласно этих квестов либо вращать отправляться к чистому ручью либо поискать уникальный топор где-то в районе волон друга но давайте сначала все таки двинем на запад как было сказано в письме от этой незнакомки от этой эльфийки мы должны с ней здесь встретиться и она нам сейчас должна по идее поведать кто такой альвимиан и конкретно чем он занимается и где его можно найти и решила она переметнуться видимо на сторону клинков раз решила предать своих эльфов так но на это тело я не хочу терять время с ним мы поступим иначе ой 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 так ну козу ну ладно где-то примерно здесь я почему конкретно это место показываю потому что это пригодится потому что нет маркеров вы можете бегать тут по всему эту пределу по всему пределу отбежать весь этот чистый ручей зайти внутрь и выйти наружу и не обнаружить ничего поэтому опс а вот она и помощница альвимиана что-то с ней уже случилось кто-то ее уже встретил до нас да лежит лицом в землю ну давайте ее хотя бы обыщем так золото понятно да записочку все-таки она успела какую-то накоябать сейчас все сейчас все прояснится из письма становится ясно что нам сначала необходимо проверить окрестности таверны старых рода вы знаете что это тоже тут недалеко в пределе а потом далее двинуться аж к грензел в две мирские руины далеко-далеко на востоке вот она таверна знакомая вам и что мы видим появился сундук талмарцев чего же он такого оставил важного для своих приспешников у нас вылезло свежее задание уничтожить охранника близ к грензел забираем письмецо с ним вы можете ознакомиться самостоятельно и здесь моя рекомендация не бегите в к грензел сразу найдите уникальный топор закончите вот это задание в поисках артефактов это очень важно конечно вы можете поступать так как вам заблагорассудится но письме было сказано что где-то сотни шагов стоит себе одинокий сундук сундук с трофеями вот он с виду это обычный эбонитовый меч который встречается у драгор военноначальников но я вам скажу одну вещь с этим топором вы можете очень далеко пойти в этой игре но не будем обращать внимание на то что у него очень здоровый урон как я и говорил раньше конечно мы его возьмем все вертится вокруг него в данный момент как говорил раньше не стоит его использовать против всех подряд в частности вот в данном случае используя дубинку которую вы взяли великана или этот топор ваш персонаж он просто начнет ну как бы не глючить в плане процесса игры его самого начнет как как героя как вашего героя начнет глючить и он начнет говорить на с таким там морским акцентом как говорят их солдаты к примеру если вы играете высоким эльфом то уха ничего страшного в этом не вижу конечно например если вы о кстати здесь еще одно письмо а вообще все заберем да и все сундук то с трофеями давайте ладно прочтем это письмо потом потом поясню еще одну вещь поздравление теперь естественно мы отсюда понимаем что нам нужно двинуться сначала камнем камнем войнон а потом только в к грензал почему я сразу говорил мне не идите сразу в к грензал там будет еще одна заморочка там будет такой босс серьезный ну в принципе все сейчас увидите на что же у нас тут за угроза такая давайте кстати испытаем уже этот топор ладно сделаем исключение один раз просто с этими ледяными призраками биться это будет очень долго кстати но очень продуктивно в то же время даже больше скажу с этим топором вы их можете быстрее победить но это будет не настолько интересно то есть просто нет смысла таким мощным топором убивать ледяных призраков кстати у ледяных призраков у каждого по 1000 золотых припрятанном но обыщите их хоть всех можете деньги себе собрать прибрать все всех победили всех так но сундук бог с ним ладно там морскому шпиону читаем здесь должен был проходить там морский шпион и он должен был знать список засад которые уже установили там морские эксперименты организация под руководством альвимиана все теперь можно смело двигать к грензал да прочитав письмо мы еще повысили карманные кражи и тем самым выполнили квест в поисках артефактов почему нельзя перемещать нежелательно было перемещаться сразу к грензалу да с этим топором кстати да действительно качается одноручное оружие довольно таки быстро я же говорю это дополнение рассчитано на быструю прокачку тем более если вы уже добились много в этой игре прошли много и ваш герой немножко под застрял в плане того как он качается также кстати и двуручник качает дубинка но не увлекайтесь опять же не увлекайтесь и так это потом скажется на вашем персонаже неблагополучно и вы будете винить меня как автора этой модификации мне это тоже не нужно так если есть возможность выпустить несколько дримор желательно это сделать потому что они его хотя бы отвлекут у них есть еще один монстр идеальный убийца это талморский центурион они создали совершенное творение как он пишет ну записочку мы тоже прихватим но будем готовы к тому что у каирна он сказал да если ты встретишь меня у каирна и мы кстати еще не прочитали письмо которое было адресовано кровавому клыку вот единственная цель давакин убей его как только появится в поле зрения но так оно и было бы если б я конечно заранее не знал что у него при себе есть топор анти дракон который способен дракона убить с одного раза остается совсем немного теперь нам нужно переместиться вот опять же каирн человек который не посмотрел видео может стартануть каирну мятежника или допустим каирну холдера пусть даже и так логически размышляя альвимиан понял что терпит крах в скайриме и пытается сбежать в сиро-дил значит он будет уходить этой дорогой на юг мимо фолклита где мы его и скорее всего сейчас настигнем ну вот мы у каирна холдера и мы видим что центурион действительно не маленький талмарский центурион но судя по всему там еще какие-то разборки происходят сейчас пойдем разберемся со всем этим ой 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 странный ты центурион убегаешь наоборот и здесь у нас остается последний сундук с последним письмом кстати кому не хватает камней барензии пожалуйста итак награда за то что вообще это деньги предназначались не вам конечно а тем эльфам которые должны были вас задержать сейчас мы это все узнаем из письма ну из письма следует что альвимиан действительно все таки сбежал оставил за собой кучу эльфийских солдат чтобы они вас задержали оставил им 20 тысяч золота за то что они у вас должны будут остановить должны были точнее остановить и все таки он сбежал всеродил письмо забираем как я и говорил все эти письма все эти записки они нам еще пригодятся и все равно это еще не конец кстати можете по обыскивать тела этих эльфов может кому что действительно приглянется кому-то что-то найдется полезное вот топор антидракон как действует до сих пор качается одноручник восстановление прокачалось до 99 это потому что я прочитал это письмо на этом наверно все пока ну все увидимся в ривервуде